Вот такая дорога к водоему, просто не проехать. Загрузил тачку и понад камышом по тропинке направляюсь к водоему. Всем большой привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Семен, сегодня 29 марта. Наконец-то пришло потепление, дожди, сильный ветер, погодка перебивала выезды на рыбалочку. Сегодня же будет хорошая погодка, на день передают до 15 градусов тепла, правда дует такой прохладный ветерок. Я выехал половить наконец-то на классический фидер весеннего карасика. Сейчас расставляюсь, замешаю прикормку и начну рыбалку. Пожелайте, не хвостанет шуи. Вперед! Итак, друзья, в качестве наживки сегодня у меня будет опарыш белый-красный и червяк. Прикормку сегодня буду использовать двух видов. Первая это серия фидер-карась и серия спортивных прикормок ProSport Feeder Super Black. Одна будет светлее, другая темнее прикормка. Будет такая красивая, пестрая. Прикормка Super Black мелкофракционная, темная. Карасик же уже немножко покрупнее, с различными частичками зерновых, которые ярко выражены. Пшеничка, кукурузка. Красота просто. Добавляем аккуратно воды. И неаккуратно перемешиваем. Оставляю прикормку натягиваться. Под крышкой пускай пьет воду, а я буду собирать удилища. Аромат, конечно, просто бомбический. Итак, друзья, выбрал я две точки лова. На крайнем левом удилище, практически сразу за стенкой камыша. Это ближняк, 25 метров. Там такой хороший выбитый участок. И крайне право удилища, это 50 метров. Там неглубокий ил, тоже с какими-то такими небольшими ямками. Так что кормлю сейчас ближняк. Дальнее удилище не буду кормить сразу. Буду забрасывать и ловить с перезабросом примерно 2-3 минуты. А ближняк сейчас закормлю. Кормушек 5 брошу в точку лова. Использовать буду сегодня закормочную кормушку. Ригпро 30-граммовая. Как раз на коротенькие такие дистанции. Само то. Хоп, отлично, просто отлично. Рядом со мной, кстати, рыбак тоже ловит. Дедушка. Но пока не поймал. Я пришел, он уже ловил. Пока что тишина. Кормушка 30 грамм пойдет на ближняк. Это 5-клеточная. И 5-клеточная. 50 грамм это на дальнюю точку. Поводок возьму 50 сантиметров на 0,12 леске. Крючок поставлю на одно удилище. ЛС-1310Н 12 номера. И на второе удилище поставлю крючок. ЛС-1310Б 16 номера. И попробую на опарыша пока. Начну на опарыша. Парочка. Красный и белый. Первый заброс, друзья. Надеюсь, карасик клюнет. Первого весеннего удастся поймать. В общем, друзья, не стал я ставить маленький крючок. Взял немножко побольше. Только другой формы. ЛС-2210Б 12 номера. Вот такой крючочек. Попробую на него половить. А сюда червячка. Хорошо полтинничек долетел. Друзья, первая рыбка. По-моему, да. Не по-моему, с дальничка. Не знаю кто. Но такая аккуратненькая поклевка была. Практически, сказать, даже еле заметная. Такие небольшие ударчики. Вот какая-то первая рыбка клюнула. Кстати, сосед дедушка ушел. С утра, видимо, рано приехал. Я уже приехал, он ловил. Уже ушел. Ой-ой-ой, что-то там хорошенькое. Надеюсь, прям сопротивляется. Здорово. С дальничка. Подлещик. Ну вот, ну хоть подлещик. Это уже приятно. Это уже первая весенняя рыба, друзья. Карасика нужно. Целевая рыба-карась. Опа. Ну, тем не менее, первый пошел. Первую рыбу поймала. Садок еще свой. На пол речки, который не разложил. Опа. Опа, друзья. Уже клюнула. Блин, на дальничке рыбка. 50 метров. Вторая. Да, ну пускай я пока ближняк не буду умирать, потому что сейчас время 10 часов. И, ну, может, после обеда рыба ближе к берегу выйдет. В принципе, можно его пока не трогать. Пускай он себе спокойно на ближняке стоит. Там кормится. Может, она еще и раскачается, точка. Ой-ой-ой. Это прям что-то там упирается. Ух ты, какой хороший. Пойдет. Ну, такой, чуть больше ладошки подлещик. Подлещика, друзья, поймал. Целевая рыба пока не подходит. Карасик. Очередная рыбка. В общем, я на крайнем правом удилище еще дальше ушел. Потому что сейчас что-то вообще тишина была. Дальше ушел. Вот вторая поклевка. Одна холостая была. Вторую поймал. Вот вторая рыбка. Не знаю. Ветер дует в спину. Есть такое, конечно, предположение, что рыбу ближе. Да, ближе к середине. Ближе к тому берегу. Ветер. Ветер ее туда больше всего прогнал. Вот такой очередной. Ну, неплохой. Такие подлещики хорошие. Холодный, холодный. Так что, друзья, половлю немножко подальше. Ближе к середине. Вот результат подлещик. Продолжим. Очередная вроде небольшая рыбка. Вроде бы. Ну да. Маленький подлещик. Не знаю, карася что-то нету пока. Вообще тишина. Не подходит. Одни подлещики пока. Но все равно, друзья, погодка хорошая, тепло. Ветерок немножко стих. Потеплело еще сильнее. Ну, пока что такие вот подлещики клюют. Ну, в принципе, неплохо. Хорошая рыбка. Все равно это по весне половить приятно. Что-то, что-то еще идет. Какая-то рыбка. ты влево повел. Сейчас ветер, ветерок немножко прекратился. Кстати, и клюв лучше стал. Ветер дул в спину южный. И как-то хуже клевало. Сейчас стихло все. По крайней мере, не такой сильный. И рыбка начала клевать активнее намного. Ну, конечно, еще и вода холодная, друзья. Сегодня считайте только первый такой денек тепленький. Более-менее. А то ж вообще несколько. Вчера вообще град был. Вчера был град в Краснодаре. Первый карась, друзья! первый карась. Ёлки-палки! Вот это да! Такс! Хопа! Есть! Наконец-то! Первый, да еще и хороший какой! Друзья, вот он первый весенний карасик клюнул наконец-то! Подлещики, подлещики! Вот это весна пришла, потеплело, карасик клюнул. Блин, какой же кайф карасика поймать! Это вообще просто непередаваемо! Такой еще хороший, упитанный, наверное, уже икра есть. Просто красота! Сейчас продолжаю. Может, еще даже удастся поймать, так как время еще только пол первого дня, поэтому еще можно ловить как раз. потеплело еще, солнышко вышло, в общем, надеюсь, клев будет поинтереснее. очередная рыбка, не знаю, скорее всего подлещик. Это он там так активно ведет, наверное, подлещик взял. Что-то возле берега сопротивляется. ух ты, повел. Или все-таки карась? Нет, подлещик. А, плотвичка, нифига себе. Друзья, зацените, вы только посмотрите на эту плотву. Елки-палки. Смотрите, больше ладошки. Еще и покусанная, видимо, щука хорошая ее погоняла. Хорошая плотва клюнула. Такая больше ладоши приятная. Таких бы десяток поймать было шикарно. Есть. С дальничка снова. Опять ветер подул. Опять ветерок. какие-то сегодня порывы. То есть ветер, то нету ветра. Только что дул встречный ветер в мою сторону. Сейчас спину дует. Ой-ой-ой. Так, ну ты что-то, что ты творишь-то? Подлещик маленький, а мощный. Опа! Такие чистенькие подлещики. Прям белого-белого цвета. Такие прям красивые. Ну вот такой очередной на червячка с опарышем. Был бы мотылик, может поинтереснее было бы, конечно. Но его нет. Очередная рыбка после обеда клюнула. Немножко потеплело, рыба получше стала клевать. Вчера вообще у нас в Краснодаре град шел. Ехал вчера, прям вообще пустился хороший. На сегодня вот хорошенький денек такой. Все равно рыба не такая, конечно, активная. Весна поздняя. Считай, только первые деньки теплые. Вот, пожалуйста, рыбка еще пока не очень прям веселая. Карась. карасик. Шустрый, шустрый карась. есть. Ого, без шансов сойти, конечно. Гамакатсу крючки это просто бомбическая бомба. Небольшой я засел так, что и не вытащишь. вот и очередной очередной весенний карасик. Хороший прям так сопротивляется мощно. Приятно вываживать, конечно, повеселее, чем подлещика. Красота. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел, ух ты, что-то там хорошее засело. карасик что-ли. Да, очередной карась, друзья. Это уже сработал наконец-то ближнячок. Я в него все-таки верил. Вот так быстренько взял его. Верил я в ближняк. Уходил, конечно, с него ненадолго, но все равно вернулся, потому что точку мне было, так скажем, жалко терять, потому что кормил я ее, кормил очень долго, перезабрасывал. Рыбка, вот, на маленький, маленький крючочек рыбка там шарилась, видите, и все-таки клюнул карасик. Это такой красивый, золотой. Фух, ближняк, это классно. Бульк вот и дождик пошел. Хорошо, что большой зонтик с собой взял на всякий случай, потому что сейчас у нас такая погода, что может быстренько найти туча и пойти дождик. Так что вещи под зон занес и красота, по крайней мере, будет все сухо. резкая резкая смена погоды, друзья, дул южный ветер, мне прям в спину так было хорошо, сейчас уже пошел дождь, тучки и подул прям такой холодный северный ветер. не знаю, 40 еще половлю, хотя можно еще ловить часа два, просто мне интересно, смена погоды повлияет на клев, примерно минут 40 часик еще половлю, если тишина, то уже буду потихоньку собираться домой, в принципе половил нормально, карасиков поймал, подлечиков подлечика поймал, такая первая рыбалка весенняя на классический фидер, именно по карасику подлечику удалась, так что сейчас еще немножко половлю, если будет рыбка, то все запишу, и потихоньку уже начну собираться домой, так как похолодало, постоянно идет дождик, так что надеюсь еще рыбку потяну, идет туча, даже видно по краю, видно что идет дождик, и нужно выдвигаться домой, так как еще примерно метров 700-800 нужно идти по полю, так что показываю вам свой лов, и потихонечку выезжаю, опа, для первой весенней разведки я думаю пойдет, и подлещик, и карасик, так что нормально, ну в принципе еще неплохой сегодня получился у меня улов, вот такие хорошие довольно-таки подлещики, наконец-то я поймал весенних карасей, три штучки, хорошую вот такую платва, прям больше ладошки большая, так что прикольно, сезон фидерной рыбалки по подлещику карасику платвички и другой рыбки считаю открытым, весна только можно сказать начинается, то есть тепло только начинается с запозданием конечно, так что рыбка будет все активнее и активнее, впереди поплавок, также классический фидер, карповая рыбалка, так что рыбка будет активничать и клевать намного лучше, вот такие хорошие карасики таких бы десяток и вообще шикарно, ну как для открытия красота дорогие друзья, вот такая сегодня получилась весенняя рыбалка, целевую рыбу карасика поймал, плюс при лове был подлещик и платвичка, в общем туча идет, ветер раздувается, дождик моросит, следующая рыбалка хочу поехать конечно же на поплавок, хочется в камышах половить легенькой махалочкой карасика, сегодня же полностью рыбалкой доволен, половил рыбку, природа, правда погода была переменчивая, то дождь, то ветер, ветер менялся, в общем идет потепление, главное, что плюс 15, плюс 20, рыбка будет веселее, активнее, клевать хорошо, все друзья, начинается уже дождик, всем вам пожелаю, не хвастанье, успехов, удачи, благополучия, любви, не забывайте подписываться на канал, поддержать лайком и увидимся с вами на рыбалках, до новых встреч, всем пока!